Здравствуйте, дорогие друзья! С вами я, Елена. Это Юго-Восток Беларуси. Я всех рада видеть вас у меня в гостях. У меня продолжаются работы в розаре. Практически свою розари уже привела в порядок. Заканчивается сезон и розы сейчас будем отправлять на зимовку. И сегодня я буду делать искореняющую обработку перед зимой своих роз. И буду я применять железный купорос. Почему железный купорос? Потому что в течение всего сезона периодически проходили обработки роз медсодержащими препаратами. Это и обигопик, это хом-оксихом. Но в моем саду постоянно идет хлороз и нехватка железа. Вымываются быстро все питательные вещества. Поэтому такую обработку я произвожу нечасто. Раз в 4-5 лет. И буду проводить эту искореняющую обработку перед зимой железным купоросом. Железный купорос это минеральное удобрение, минеральный фунгицид, который работает против большого спектра грибов, вредителей, заболеваний роз. У меня в саду было замечено в этом году мучнистая роса, черная пятнистость. Поэтому я приняла такое решение и буду производить обработку. Сейчас все расскажу и покажу, как я буду его применять. Железный купорос рекомендуется применять в соотношении 3% на 10 литров воды. Или же 300 грамм на 10 литров воды. В моем случае будет 12 литров опрыскиватель. Я буду брать где-то 4-4% раствор. Я хочу обработать хорошо и почву под розами. Так как у меня вся листва уже полностью срезана, то я буду производить по стеблям роз и буду обрабатывать полностью почву под самими розами. Я считаю, что эта обработка обязательно. Железный купорос, как мы знаем, он идет в кристаллической форме. Для того, кто его не растворял или не знает, как его растворить, нужно брать горячую достаточно воду. Градусов где-то 60-70. Тут у меня только вскипел чайник. Он в горячей воде абсолютно хорошо растворяется и не дает никакого осадка. Я сразу растворяю где-то грамм 800 банка. Растворяю этот весь порошок. Выливаю в опрыскиватель и потом довожу до 12 литров полной емкости. У меня, как я сказала, повторюсь, получается где-то 4% раствор железного купороса. Я такую обработку, как я говорила вначале, делаю не часто. У меня в моих розариях почва полностью песчаная и очень-очень быстро вымываются все вещества и мои розы подвержены хлорозу. Хотя в период лета, весны у меня постоянно идут профилактические обработки. И я постоянно, периодически, даже не постоянно, периодически добавляю эхилат железа, эфировит. То есть для восстановления именно хлороза. Чтобы не хлорозили ни розы, ни гортензии, ни другие растения. Поэтому для меня железный купорос, как бы конкретная находка. Здесь получается не только искореняющая обработка перед зимой против болезней, всевозможных патогенов и грибов. А также своего рода и будет подкормка. То есть в следующем году у меня, как бы, будут напитанные мои розарии уже железным купоросом. И хлороза столько не будет. Но, что я вам хочу порекомендовать розоводам, у кого молодые розарии. Если вы хотите обработать так же, как и я, именно железным купоросом, то для молодых розарий концентрацию делайте меньше. Я сделала 4% концентрацию, а вы можете сделать 2% для того, чтобы не сжечь именно молодые розы. И для того, чтобы не получили эти розы ожоги. Многие розоводы производят обработку по листьям. Но я, как бы, в свои розарии уже полностью привела в порядок. У меня уже полностью срезана вся листва. Вычищены с почвы под розариями. И обработку я буду делать именно и по стеблям роз, и по самой почве вокруг роз. Я считаю, что это очень-очень хороший препарат. Сюда можно добавить какой-то пролипатель. Можно добавить липоса, можно добавить вицит. Также можно добавить и какой-то стимулятор для укрепления роз. Тоже не помешает. Но я буду обработку делать только с одним железным купоросом. Пройдусь абсолютно по всем розам. И если останется у меня в опрескивателе еще мой раствор, я еще пройдусь по плодовым деревьям. Так что, дорогие друзья, кому приемлем такой метод, пожалуйста, применяйте его. Я же сказала, что железный купорос это как и питание, и против хлороза будет хорошо. Поэтому будем сейчас работать. Он прекрасно растворяется в горячей воде. Вот так прекрасно растворяется в воде железный купорос. Такой имеет медный оттенок. Должна быть горячая вода. Градусов 70-60, чтобы была водичка, если не знаете, как растворять. Сейчас я добавляю все в опрескиватель, довожу до 12 литров. И иду, работаю, обрезиваю свои розы. Немножечко вам еще покажу, как я буду делать обработку. Сегодня мы уже полностью вовсю делаем тоже конструкции для каркаса, для укрытия. Я же говорю, у нас на этой неделе уже обещают заморозки. Пусть немножко промерзнет и земля. Я думаю, что уже в следующие выходные будем закрывать именно спанбондом. Вот я начинаю обработку. Тщательно обрабатываю почву вокруг роз. Также распыляю. Распыление должно быть очень мелким. Как можно, чтобы было дисперсионно такое распыление, чтобы сильно большие капли не оставались на стеблях, чтобы не было ожога. Потому что вы сами понимаете, что железный купорос как бы сильный фунгицид. Если переборщить с обрезгиванием, что прямо будет все стекать и это, то можно стебли пожечь. Поэтому надо, чтобы было такое мелкое-мелкое распыление. Также я обрабатываю почву под розами. Произвожу, как я сказала, искореняющую обработку. В следующем году я вам покажу свои розы. Я думаю, что мои розы будут здоровые и не будут болеть. Потому что в этом году были замечены, при условии, что проходили постоянные профилактические обработки. Все равно у меня в розариях появилась уже к концу сезона и мучнистая роса. И появилась пятнистость. Вот такой на сегодня короткий ролик. Всем спасибо, кто был со мной. Всем спасибо за просмотр. Если такой метод приемлем, применяйте. Всем всего доброго и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok